Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как соблюдать пост детям? С какого возраста? Напоминаю, что главная цель поста – приобрести опыт самодисциплины, навык воздержания. И поэтому ребенок постится, по-настоящему постится, не так, как мы себе представляем примитивно, не изводя пост только лишь к неедению какого-либо типа еды. С любого возраста. Ну, когда, во всяком случае, ты уже начинаешь немножко себя осознавать. И ребенок должен понимать, почему и для чего он себя в чем-то ограничивает. В принципе, где-то к 7 годам у деток уже появляются. к чему-либо пристрастие, уж точно к сладкому, уж точно к гаджетам, планшетам, телефонам и играм на компьютере. И можно ребенку сказать, что мы все постимемся для того, чтобы перестать быть рабами своих привычек. мы сознательно воздерживаемся от того, что не является чем-то плохим по своему содержанию, для того, чтобы приобретенное, сэкономленное время потратить на что-то другое. Не просто перестать играть и теперь изнывать от скукоты, лежа на кровати, кляня и родителей, и бабушек, и церковь православная. Освободившееся время потратят на настольные игры, на поездку куда-нибудь. И уж если ты запрещаешь детям в пост играть, то будь добр, это время займи чем-нибудь. Книжек он читать не будет, раз только что с тобой, и то, если это речь идет о переводе до 10-11 лет. И родителям не всегда хочется быть с детьми. Ага. Отбираю планшет, забираю компьютеры, а что ж теперь делать? Теперь вместо того, чтобы листать бесконечную ленту телеграммы, чтобы полтора часа потратить на то, чтобы понять, что произошло в последние 20 минут в мире, ты теперь должен быть с детьми? Ну, не-не-не, ладно-ладно-ладно, там все, забирайте свои майнкрафты, там все, играйте, ладно, отстаньте от меня. Лучше я теперь перестану готовить вкусную еду. Все. Пусть там запостятся. Это неправильно. А правильно что? То, что я уже назвал. Информационный пост должен быть у нас и у них, и немножко ограничить их от того, что у них вызывает зависимость. Это, как правильно, сладости. Допустим, мы теперь говорим в этом посту. Мы не покупаем ни конфет, ни тортов. Но если бабушка приготовит сладкое печенье, или домашние конфеты, или так и быть приготовит какой-нибудь бисквит, то мы это съедим. Пусть так будет. А химических продуктов не едим. И в пост не играем в разные игры, не смотрим тупые видосики на ютубе, только мудрейшие видеоматериалы материалы с портала Экзегет. Для семилетних не зайдет. Кстати, хорошая мысль на какой-нибудь детский контент тоже сюда запилить. Хочу всем напомнить, что пост ребенка не должен быть страданием. Он должен понимать, что мы постимся не потому, что сейчас пришло время поститься. Он должен понимать, для чего мы постимся. Я уже вначале сказал, по уже не всеми любимой традициям, еще раз повторюсь, что мы постимся для того, чтобы приобрести навык воздержания и научиться самодисциплине. Для детей это максимально важно. Пусть Бог всем вам поможет сохранить здравомыслие, рассудительности и не отбить у детей любовь к посту, а наоборот привлечь. Вот тут в одном вопросе написано, вот у сына переходной возраст, в детстве всегда старался поститься, а сейчас наотрез отказывается. Говорит, вам надо, вы поститесь, а я не хочу. Вот, видите, вам налицо пример, как родители не смогли объяснить ребенку, что пост важен в первую очередь для него. Это не некоторая жертва Богу, не дар Христу, вот и голодный ради тебя. Что бы что? Зачем Богу нужны голодные дети? Подросткам это непонятно. Поэтому, если подойти со всей ответственностью к этому вопросу, показать свой личный пример и убедиться в том, что ребенку понятно и в каком-то смысле даже приятно, это традиция, тогда все у вас получится, все будет хорошо и не будет потом таких проблем. Главное, не забывайте, что пост должен быть избирательным. Вот это мы едим, это не едим, это смотрим, это не смотрим, это читаем, это не читаем, сюда идем, сюда не идем, в театр идем, допустим, а в Лунопарк не идем. Вот такие дела. На концерт Брахманинова идем, а на какой-нибудь кей-поп не идем. Чтобы быть свободными, чистыми, независимыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok